Привет дорогие мои друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Это у нас игра последний день на земле. Но мы то знаем, что он не последний, это просто выживание в мире зомби апокалипсиса. Сегодня у нас будет вторая серия по прохождению фермы без огнестрела. Первый ролик вы могли наблюдать на канале еще 2 сентября. Обязательно посмотрите оба видео, чтобы составить полную картину того, как же нужно проходить ферму и какой все-таки нужен нам огнестрел минимальный для того, чтобы зачистить эту локацию. Я надеюсь, что ролик вам понравится как первая часть, так и вторая. Ну а мы продолжаем сейчас ровно с того места, где мы закончили первую серию. Также, ребята, хочу напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на канал Воблер. Если вы еще не подписаны, ставить лайк, а также жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, которые выходят каждый день минимум 2 штуки. Вот так вот. Поехали. Надо более новой. Сейчас будет, сейчас броня вообще будет страдать. Давай, давай, давай. Надо его как-то отвезти. Иди, дружище, сюда. Разоритель. Он же что-то будет бежать. Вот он бежит. Мне говорили, что Воблер, он бежит, бежит. О! Теперь на него бежим. Он промазал. Бьем. Бьем, бьем. Бьем, бьем. Бьем. Он как-то слабо бьет пока что. Юзаем аптечку на всякий случай. Мачета нормально. Я бью на автомате. Даже не я бью, вы поняли? О, снова. Ох ты, черт. Блин, нехило. Он-то дамажит, если честно. Снова аптечку. Давай, 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 давай. Так. Черт. А, без одежды он нас уничтожил. Ничего страшного. Нормально, ребята. То есть, хотя бы броня не пострадала. Ну, конечно, страдает наша энергия. Потому что придется из дому бежать сюда. Да, ребятки. Мы понимаем, что тратится... Бежать. Купить. Тратится очень много энергии, потому что я... Умираю. Умираю по простой причине. Я проверяю. Вот, обычно я ходил с оружием. Я ни разу не ходил так, как вы сейчас смотрите ролик. Потому... Сейчас учимся. То есть, мы должны понимать, какое оружие, как правильно использовать. Коль это разрушитель, я понял. Он не сильно тайтами стреляет. То есть... Вот он два-три раза плюнет на нас. Можно, в принципе, использовать не аптечки, а морковку. То есть, поняли? Для отхила. То есть, да, на него уйдет целая броня. Но морковкой, мне кажется, мы сможем неплохо похилиться. То есть, нам эта аптечка не нужна. Аптечки мы можем оставить на других монстров. Вот тут давай мы сейчас и возьмем... Наденем всю чистую броньку. Так. Неплохо справлялись мачеты со своей задачей. То есть, там мачеты даже хватило намного. Так, где мой трупецкий? Вот это я? Или где я? А вот я стоял. Так, самое главное, в принципе, это рюкзак. Остальное... Так. Все, мы взяли. Подобрали тот труп. Так и стоит. Значит, мы и ложим морковочку. Морковки должно хватить. Сюда ставим... Более-менее нормальные мачеты. Смотрите. Ну, он очень сильно при плевке уничтожает броню. Тут с этим ничего не поделаешь. Где этот черт? Ты куда делся? Ты куда ушел? Я не понял. Ты что, гулять куда-то пошел? Ты куда делся, ау? Алло! Ты где, блин? Ты что, гонишь? Да что ты гонишь? Куда ты делся, ты дурик? Вернись. Ой, с правой стороны там такая вакханалия. Я вон прям вижу. Потому что такое происходит жестокое. Вот он. Подожди. Почему у него 2000 хп? Воу-воу-воу-воу-воу. У него 2000 хп? А такое вообще возможно? У него будет всегда 2000 хп? Мы так не договаривались, чувак. 2000 постоянно? Блин, надо при плевке как-то отходить вбок. Вы поняли? Ну плюнь, плюнь же. Плюнь. Промазал. Все, я его развел на плевок. Да два раза нельзя плевать, чувак. Нельзя два раза. Мы не договаривались. Договаривались. Так не надо. Да ну. Да бей. Че ты, че ты не бьешь? Блин. Он при плевке получается отхиливается, если я выхожу с локаций? Вот гад. Ну это так, так не честно. Ну как сделать, чтобы он... Я не знаю, что сделать. Он просто разносит все. Да, ребятки. Накрафтил броньки. Реально она дорогая. Последнее обновление. Прям сожрали всю мою броню, которая была на базе. У меня уже ничего не осталось. Даже пришлось крафтить. Этот зомби участок, блин, осожрал все. Теперь зомби ферма. Ох, бронька заканчивается. Уже пора задуматься, а где ее взять на данный момент, чтобы вообще снимать ролики. Либо крафтить с того, что есть, либо где-то сундуков брать. Мы видим, что этот черт уже здесь потемнело в игре. Ой-ой-ой. Он очень сильно дамажит нас. Мне... У меня есть вариант. Можно, в принципе, когда он дамажит, менять броню. Вы поняли как-то? Либо выходить из локации. Ну, может как-то выходить из локации. Но не знаю. Что-то я... Как его вообще завалить, этого черта, а? Я не знаю, какую правильно стратегию сейчас выбрать, ребята. У меня есть броня. Но у него после каждого этого выходит 2000 снова хп. Ну, как это... Как ты? Как ты это делаешь, а? Вот как? Как ты это делаешь, а? Ну, откуда ты? Где ты взялся? Я сейчас отойду, он снова появится, да? Смотри, раз. Он снова фуловый 2000, да? Или давай мы его на потом оставим. Так зато ж... Блин, я не знаю, что мне делать. Я просто не знаю, ребята, как дальше двигаться. Может, мы его пока бросим? Нафиг он нам нужен? Давай дальше пойдем. Мы уже 33 минуты пытаемся пройти зуби-ферму без огнестрела. Так это мы только одного быка убили. Как нам дальше? Ладно, давай мы на... Я не знаю, что делать. С разрушителем разбираться или не разбираться? Что мне с ним вообще делать, с этим гадом? Или давай мы его напоследок оставим? Ладно, он меня задолбал. Давай чуть-чуть передохнем от него. Так, что у нас есть? Давай мачете. Вот так вот. Так, этот труп таки остается. Там, там, бычок. Так, с бычком надо разбираться только с огнестрела. То есть мы давай сразу возьмем пеха и быка завалим. Вот, сейчас мы его... Глок. С глоком работаем, гада. Ползучего. Он не ползает. Он ползает, реально. Он не ходит. Он ползун какой-то. Да, чисто глок нужен для быка. Без глока. С быком просто не совладать. Он бьется с одного удара. Вот разрушителя, в принципе, можно как-то убить, если использовать такую вот тактику, знаете. Чтоб он два раза бил, снимает одежду, а ты как-то быстро ее ставишь. Но на автомате бьешь. Тогда, в принципе, возможно как-то. Ну, это еще приловчиться надо. Так, этого мы уработали. Кто там следующий? Глок, кстати. Да, глок одного должно хватить на всех быков. Давай сюда. Так, что у нас по воде тут пить? Отлично. Можно было бы с огнестрела. Но, блин, ребята, просто ролик затянулся, можно было бы с луком разобраться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай пусть эти скорострелы, бегострелы, бегуны за мной побегут. Я их сразу уничтожу. Пока тут дяденька дойдет, мы уже с ними разберемся. Тут бегун есть. Давай, пошла жара. Раз, 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 да. Бегун, бегун. Ну, я думаю, что тут одной аптечки вообще будет достаточно, чтобы отхилиться. Давай. А-э-э! А у меня закончился этот. Давай, давай, давай. Я его чисто этими добиваю. Видите, такими мачеты уже уработанными. Давай с помощью морковки. Боже мой. Ну, это жесткая. Ферма. Ферма очень затратная. Нереально даже затратная, я бы сказал. Ну, для того, ребята, существуют ютуберы, чтобы они могли оставлять все свои ресурсы, а вы просто сидите наблюдать, как зачищается ферма. Без ничего. Точнее, без своего участия, да. То есть уже выработать на ролике какую-то свою стратегию. Так. Дай мы вот так вот. Так, там у нас крутой дядя. Значит, мы давай возьмем. Вот гигант. Пошла. Раз. Вхилимся. Раз. Два. Вхилимся. А чё? Откуда тот пришел вообще? Чё ты приперся? Ну, не было в планах убивать два гиганта. Ну, что ты делаешь? Так. Тут очень вообще всё на грани идёт. Да убейте хоть одного, мне будет легче. Всё, отлично. Уработали. Убейте мои руки. Ой, а что у нас? Аптечки закончились? Аптечек нету? Аптечки? Аптечек нету, ребята. Бо-бо. Есть жрачка зато. Ну, жрачкой сильно там не вытянешь, если будет два чувака на тебя идти. Ну, с этого тоже не вариант. Потому что он очень сильно бьёт. Это разве что по... Можно стрелять... По быку. Что у нас тут? Фигня какая-то? Долго, ребята. Реально долго. Мне кажется, надо было стрим, блин, делать. Так, плюс один. Нормально. Алюминий. Кто тут у нас? Ну, давай мы уже этого вырубим с парочки удара. Раз. Всё. Оттянулся. Ушёл. Далеко и надолго. Аптечки надо. Это разрушитель стоит? Иди ты в жопу. У тебя 2000 хп. Чувак. 2000 мне не нравится. Так, с этими надо... От разрушителя его я не знаю, как убить. Я просто пока что не могу в голове выработать какую-то тактику, по которой бы мы смогли его взять и уничтожить без каких-то там... Без оружия. Ну, я понимаю, что менять одежду. Это в теории. Ну, а на практике, как я буду это всё делать? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да что ж вас так-то много? Да не кусай меня за жопу. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Захавали. Блин, сейчас сдохну. Сдохну. Подстава. Подстава. Морковка не рулит. Морковка без аптечек никак, либо без бинтов. Потому что давайте, бинты работайте. А морковки все ушли. Морковка, прощай. Морковка, морковная. Еда. Так. Мы убежали. Сейчас надо будет заново. Вы видели, пока я добежал, я, блин, всё потерял. Всю морковку сожрал. Вот что голодуха даёт. Так. Тут мы отхилимся. Ага. Тут у нас уже кепка а-ля уля. А-ля улю трубарулю, да? Ладно. Давай мы тут тоже отхилимся. Мне надо аптечки. Беда. Мы целый час мудохаемся с фермой. Я не знаю, что ролик. На две части может разделить, потому что 40 минут это жесть. Это полная жесть. Ну давай ещё еду. Что у нас еда есть? А, тут у нас ещё какой-то разрушитель. Да у нас ещё тут нормально броньки-то. Просто они все толпой бегут. Вот в чём беда. Если бы они по чуть-чуть бежали. Вон они возвращаются чё-то. Идите сюда, дурачки. И тот бежит тоже. Так, мы сейчас не сделаем ошибку. Мы сейчас будем бежать прям к выходу. Давай. Давай сюда. Давай, давай. И ой, волки тоже мне, блин. Давай! На мосту я вас тут и положу, блин. Поняли? Что такое? Что? 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 Ой-ой-ой. Силушки нету, да? Днищев, блин. Ой, а сзади дядя Грозный бежит. Разрушитель и аптечка. Так, он один раз должен ударить. Я должен силиться. А теперь уже по два раза. Ой-ой-ой. Ого, они вдвоём синхронно бьют. Вы чё, издеваетесь? Это что, у вас синхронное плавание? Ух. Э, живи, дружище. Блин. Это было жёстко. Блин, придётся домой бежать за аптечками. Ё-моё. Съездил домой, взял аптечки. Это реально какое-то ферма по всеранию всего. Короче, я решил, что этого чувака я всё-таки завалю с автомата, с эмочки, да? Но, у меня есть идея, как его убить. Но в рамках этого ролика уже, ну, нет времени там эксперименты различные ставить. Поэтому придётся всё сделать по-жёсткому. Я реально не думал, что этот ролик так сильно затянется по времени. Уже 42 минуты, а нам ещё, ого-го, сколько надо тут разобраться совсем, понимаете? Я, если честно, очень сильно шокирован тем, что у нас сейчас происходит тут на карте. И мы всё-таки убили. Что у нас тут есть? Где этот ящик? Всё, я нашёл ящик. Он прям рядышком. Далеко нести его не нужно. Кто это такой? Бычок. Всё, с бычком мы знаем, что разбираемся. Мы с помощью огнестрела. То есть, глок один должен быть в любом случае. Давай мы подкушаем. Я не знаю, ребята, кто внимательно следил за роликом. Можете написать, какое количество я еды потратил. Количество брони, всего. Потому что я уже сбился. Можете, я там как-то ролик пересмотрю и напишу потом в описании под видео, сколько чего я потратил. Можете это вы сделать. Я буду очень сильно вам благодарен. И обязательно поставлю лайк под вашим комментарием. Если вы там всё правильно напишите. Сколько глоков, сколько чего мачете. Сколько сетов брони. То есть, не просто там, допустим, пять шапок. А, допустим, два сета военные. То есть, мы понимаем, что сета-то, когда уже целые. Правильно? Так, у нас собаки тут есть. И что, собачки-то нету. Там у нас разрушитель остался. Я уже на него сейчас возьму эмочку и просто завалю. Так, этих мы можем убить с помощью мачете. Вот давай вот такой возьмём мачете. И даже вот так вот как-то, чтобы еду тратить. Я всю еду выгреб. У меня нет еды, ни еды дома, ни брони, ни фига. Я не знаю, как я буду дальше жить здесь в игре. Я буду реально бомжевать. И вы на ролике будете видеть, как я в трусах бегаю. И всё. Потому что больше никак не получится здесь двигаться. Реально. Полный жестяк. Ой. Так, мы этого отводим на безопасную дистанцию. И разбираемся с ним по-простенькому. Так. Разрушителя нет. У нас разрушитель где-то лежал, по-моему, в парнишке, которого мы завалили. Который бегал там с пукалкой, помните? Сейчас мы у него всё и заверём. Всё, уйди от меня. Но разрушителя придётся всё равно сейчас этого снести. То есть надо как-то отдельно к нему подход найти, экспериментировать. Если вы знаете, как его убить без огнестрела, обязательно пишите. Только не ваши догадки, а проверенные какие-то факты. Потому что догадки мы можем тоже догадываться. А на деле совершенно получается по-другому, как вы видели. Так. Вот так вот. А одежда? Одежда у нас есть. Отлично. Так, сейчас мы его завалим. Давай я пойду на почту, возьму какой-то огнестрел и амочку. Его просто разнесу в пухих прах, чтобы он там даже... Так, это что у них? Это глушитель, глушитель. Мне надо что-то без глушителя. Дробовик не хочу. Хочу что-то скорострельное. Чтобы я его просто пришёл и в хлам разобрал. Чтобы он мне тут больше мозг не выносил. Да, ядрить, колотить. У меня вообще начнётся когда-нибудь без... Так, вот это, по-моему, какой-то удвоенный магазин или что тут у него. Так. Да, барабан-магазин удвоенный. Увеличенный. Так. Так, мы знаем, что нам надо оставить сюда аптечки. Очень много ресурсов идёт, видите? Потому, ну, ферма, не знаю, какая здесь должна быть прибыль, чтобы оправдать всё затраченное. Давай. Раз. Так, лечимся. Раз. Два. Лечимся. Раз. Два. То есть, что мы две аптечки только тратим. При правильном с разрушителем две аптечки, вы поняли? То есть, разрушитель на этих вообще это чётенько всё. Так, как всегда, у меня нету топорика, да? Нету топора, чтобы посмотреть лут. Да вы чё, издеваетесь? Бегал домой 50 раз и не взял топорик? О боже мой. Вот что означает, когда ты в игру заходишь редко. Чисто для снятия роликов и ты понимаешь, что... Что беда? Ладно. Пошёл домой. Ладно, давайте так. По пути домой завалим этого гада. Надеть. 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 Так, аптечки тут всё есть. Всё. Выходим. Чисто и разносим этого... Чувака. Чтобы он тут и даже не дёргался. Всё. Пошла жара. Какой промах, чувак. Какой может быть промах? Какой промах? Ты что и... Да вплотную промах! Я чё-то не понимаю. Ну реально это тупость в игре какая-то. Какой промах вплотную бить? Вы... Ну что это? Как это вообще возможно, а? У меня эмочка заканчивается, потому что был промах. Это бред. Это бред седой кобылы. Я сейчас сдохну. Пошли отсюда. Это полнейшая бредятина. Промах, мне говорят. С эмочки не разбирается разрушитель, потому что промах идёт. Ребята, вот честно, согласитесь, кто досмотрел, что стоять в упор и промахиваться, это самая большая тупость игры Last Day, которая только может быть. Ну это реально тупо. Как ты можешь, блин, промахнуться? Я понимаю, ты там сдалека стреляешь, промахиваешься. Ну не вплотную же, а? Как вплотную ты можешь промахнуться? Ну это, это тупость, это вообще самое тупое, что здесь есть в игре. Это капец. Это просто убирает оружие, всё. А ну давай посмотрим, как ты с этого сможешь справиться. Где ты лазишь, ты? Дурачок, блин. Две тысячи? Да вы чё издеваетесь? Ну это точно промахиваться-то не должен, а? Посмотрим, как наш дробовик. Походу надо брать на разрушителя чисто дробовик, да? Давай. Давай, давай, дробовичок. В упор стоишь и рубишь. Ну было бы смешно, если бы ещё дробовик мог промахиваться, согласитесь. Короче, на разрушителя нужен дробовик, ребята, вы поняли? Всё. Суть ясна. Берём один топовый дробовик, разрушителя нету. На быков нужно брать один глок. Глока достаточно, чтобы уработать всех быков. На больших надо брать два разрушителя, на вот этих толстяков, вы поняли? И тогда всё будет чётенько. Всё, я ферму прохавал. Ферма прохаванная. Кстати, можно даже взять дробовик, там и на быков хватит. То есть, и надо брать и глок, можно даже один глок взять. И один дробовик, чтобы уничтожить всех неприятелей здесь. Фух, ну хоть поняли, что как разбирается. А то у меня, я думал, вообще жопа у меня взорвётся. Что у тебя есть, чувак? У тебя нет топора, случайно? Кость. И телефончик. Ладно, пошёл за топором, блин. И будем сейчас уже лутать это всё. Ну что же, ребятки, топор я взял. Сейчас посмотрим, что там будет за лут. И сразу мы приступаем к открытию ящика. Посмотрим, насколько мы везучие ребята. И откроется ли нам ангар, где мы и сможем взять дополнительный лут. Это раз. Во-вторых, ребятки, давайте посмотрим, что здесь за лут. У нас остался, коль нам надо, два огнестрела для прохождения фермы, дробовик для этого разорителя и глок для того, чтобы уработать... Для того, чтобы уработать быков. То есть они у нас остаются и мы их будем использовать до конца сейчас, когда уже будут нападать на нас жёсткие ребята. Ой, это не те ребята. Мы же сейчас можем... Блин, а что мы можем? Мы можем вот так вот. А чё я не готов был? Это очень плохо то, что я только что сделал. Потому что я потратил оружие на того, на кого я мог убить с помощью мачете. Я все мачеты только что выложил дома, вот эти днищенские, для того, чтобы они мне не мешали. И вот результат. А, ещё разрушитель остался. Ладно. Тоже огнестрел. Что у нас ещё есть по одежде? Давай мы сюда возьмём. Одежда пусть будет. Топорик нам не нужен. Так. А у нас мачете даже и не осталось нигде, да? То есть мачете нету, значит, придётся лезть на почту, брать что-то такое, чем мы можем помахать. Что мы можем помахать? На почту давай глянем. Так. А вот у нас и мачета, смотри. Раз. Всё. А, лучше бы, конечно, разрушитель. Разрушитель у нас есть для того чувака. Для жирных. Но там очень много их побежит. Потому мы будем использовать глок. То есть мы постараемся на ферму уложиться в глок и дробовик. Это минимально, что нужно с огнестрелой. Ну, обязательно нужно. Без этого никак. Если ещё мы можем с помощью лука как-то быков там по чуть-чуть выносить, то разорителя без дробовика убить невозможно. Просто невозможно. Не, можно там, конечно, с мачете. Ну, то, короче, геморр. Ну, его нафиг. И никому этого не советую. Так. Давай. Ещё разочек. Всё, он даже не смог ударить. Давай посмотрим, что тут за лут хранился. Хранился в спальне. Может, реально что-то крутое и прям бомбезное. Давай, что тут у нас? А почему ты встал? Ой, мне дурачок персонаж почему-то взял встал. О, боже. Аптичка. Сколько мы их потратили? Это жесть. Я не знаю. Есть хоть одна локация в игре ЛСД, где мы бы могли потратить мало ресурсов и много заработать. Мне кажется, нету такого. Ничего. Ни о чём. Вообще ни о чём. Ладно, берём ящик, доносим его. Ставим аптечки. Ставим глок. Нет, там же сначала быстро побегут. Или посмотрим, кто там будет вообще бежать. Давай донесём ящик. Посмотрим, что из него выпадет. Ну, сегодня, конечно, ролик. Это часть вот у нас двух роликов, да. Дело в том, что эта часть прям насыщенная по всеранию ресурсов. Это даже, я бы сказал, не гайд, как пройти ферму без огнестрела. Хотя тут без огнестрела никак. А ролик, как всрать ресурсы. И мне кажется, что... Это просто жесть. Это прям... Нужно эту ферму проходить 2-3 дня при усиленных подготовках. То есть это... Ой, короче, это полный кобздец. Бздец. Я могу с уверенностью сказать, ферма такая бздец. Несём. Давай ящик. Давай возле пилорамы встанем. Тут сфоткаемся. Сделаем скриншотик. Чтобы всё было чётенько. Что ты там рычишь-то? Я тебе порычу. Смотри, чувак. Вот так вот. Так, ну ложим давай. Я не знаю, кто сейчас побежит. Давай, мы тут стоим. Может они сейчас оттуда и побегут. Выходи. Ну, выходите. Выходите давайте уже. Зомби-фермеры. Давай, 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 давай. С этими мы справляемся на изи. Открывайте дверь. Ну, что же вы не откроете? Ну, давай, что ты там дёргаешь? Я с мачете, иди ко мне. Ломай дверь. Ну, что ты за зомби, который не может сломать дверь? Тебе помочь? Может тебе топориком бахнуть? Ну, вот, ну как это? Ну, это как вообще? Эта дверь должна всегда открываться. Что тут нам за фигню дали? Давай посмотрим. Посмотрим. О, боже мой! Вы что, серьёзно? Три медных слитка? Вот это весь лут с фермы и эмочка? Эта эмочка, типа, она должна перекрыть дробовик. Да, и... Ну, дробовик и... Иглок. То есть, ладно, эмочка перекрывает два оружия. Согласен. То есть, можно, в принципе, считается, без огнестрела прошли. Потому что это окупается. Ну, остальное, где броня, где всё? Боже мой. И вот эта байда не открылась. Что ты рычишь что-то, блин? Топором, открывай! Открывай! Выходи, блин! И так, ребята, давайте подведём итог. Итог этого всего. Ферма вообще не прибыльное дело. Сюда ходить нет смысла. Почему мы, ютуберы, ходим? Ну, я думаю, чтобы вы видели, что здесь может выпасть. Это жёсткий рандом. Эта дверь у меня второй раз подряд не открылась. Поэтому бака вы здесь не найдёте. Можете даже не напрягаться. Сколько я ресурсов срал, вы можете написать в комментариях. Сколько времени срал? Ну, 56 минут. Это вот. Плюс я ещё там на паузу ставил. Где-то час десять я убил на прохождение. Потратил кучу всего. И мне дали три слитка. Это просто жопа какая-то. Да нахрен мне эти три слитка? Оп, это прям... Это просто жёсткий развод, а не ферма. Ладно. Пишите ваши комментарии под видео. Как часто у вас открывается эта неоткрываемая дверь. С вами был Воблер. Оставайтесь на канале. Если вы посмотрели два ролика по ферме, значит вы молодцы. Удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!